МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так ли вам доставляет удовольствие? Мне доставляет, режиссеру нет. Потому что, ну, сами понимаете, чтобы сделать чудо в театре, наш театр не приспособлен технически создать такое шоу, где, ну, что-то было невероятное, из земли бы что-то поднималось, с неба опускалось, да? И вот из очень простых каких-то вещей, ну, простых совершенно, вдруг создается это чудо, чудо сказки. Это постановка художественного руководителя театра Юрия Лобецкого. Еще одно его духовное послание. Миру своих давних верных поклонников и тех, кто пришел в театр даже первый раз в жизни. Честно говоря, думали, что час сорок будет многовато для ребенка, но она была в восторге. Тебе понравилось? Больше всего мне понравился момент про то, как бы принц спасал Золушка. То есть, ты скажешь, он вел себя как настоящий мужчина, да? Мне очень даже понравилась Золушка очень. Она такая красивая была и нарядная. Это интересная сказка. Когда здорово, интересно, тоже хочется так же готовиться и тоже выступить на сцене. Сказка мне очень понравилась, потому что она хорошая, красивая. Вы хорошо заканчиваете, да? Да. Мы часто бываем, и нам все нравится. Я сам разведусь, так вот, 5 баллов. Мне понравилось все. Мамя! Я просто боюсь! Я ведь не совершил вашу честь ни одного подвига. Я не достоин вас. В этом и смысл постановки, и вообще постановки вот таких классических сказочных сюжетов, чтобы детям, и, может быть, и их родителям даже, прежде всего, вот эти манки духовности, сказочной нежности, ну, напоминать или делать такую прививку этого добра. Истинному художнику трудно молчать. Потребность высказаться и не солгать преследует творца. Но честность приветствуется редко, и поэтому во все времена в литературе и драматургии было много приемов, позволяющих не изменять себе и при этом не лукавить. На помощь приходили ирония, зупов язык и аллегории. Натирай пол, я научилась танцевать. За шутьем я научилась думать. Терпя напрасные обиды, я научилась сочинять песенки. И ни один человек не знает об этом. Из погон веков иносказания используются в произведениях литературы как выражение, заключающее в себе скрытый смысл и прием, позволяющий сказать нечто иное или большее, создать образ, ярко высвечивающий, или, наоборот, удачно маскирующий опасную или запрещенную мысль. Иносказательными могут быть целые произведения – басни, рассказы, романы и, конечно же, сказки. Мораль настолько просто и ясно звучит. Не будьте предателями, любите своих друзей, сохраняйте это чувство любви в своем сердце. И вроде бы и моралите, но как-то не морализируя, автор это сделал. Когда ты находишь вот эти струны внутри, потоки добра, которые, в общем, должны в человеке оставаться, то тогда и получается правда, и тогда получается что-то такое, которое нельзя упрекнуть ни в каком лукавстве режиссерском или драматургическом. Вы понимаете, какой я грандиозно великий король! Ваше величество! Мое величество тут, внизу! В чем ценности вашего персонажа в этой сказке? Что он в себе несет? Наив, доброту, какой-то позитив. У него все должно быть, вот мы и говорили, что все должно быть хорошо, все все прекрасно, даже если он ругает стражников, все равно как-то так по-доброму, что все радостно должно быть. Жизнь воспринимает через такие розовые очки, розовом свете. Ну хватит болтать к чему-нибудь волшебному. Это приятно. Ну, открывай ворота! Он любящий, это тоже немаловажно. Он любит своего сына, он любит своих подданных, он любит свое королевство, он любит праздники. В общем, чистая сказка. Чистая сказка. Ладно, 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 хватит рейд, отдавай корону. Так вот, ваш мечтал. Так и быть, остаюсь. Вот и что? Мы на первом теле, и хватит сюда, живые корабли! Бум! Дети с такой верой смотрят, с таким участием, и понимают, что поколения не меняются, в принципе, да, все, что любили мы, все добро и зло, что было в нашем детстве, так же точно это все актуально, и все волнует и сегодняшних детей. И, в общем, не знаю, думаю, замечательная возможность там окунуться опять в сказку, в детство, в чудо. Но у меня есть только работы! Пустяки! Сегодня мои друзья поработают за тебя! Крибля, крабля, бум! Чтобы дети ощутили добро, зло, да, правильно, правильные поступки, неправильные, мне кажется, что в наше время это очень важно, когда размываются вот эти критерии, когда мы сами порой не понимаем, правильно или неправильно мы ведем себя или поступаем. Тогда я тоже обиделся! Ну ладно, ты пока пообижайся, а мы ее разыщем. Очень искренние зрители, вы, наверное, сегодня это ощутили, они помогают своим присутствием здесь, здесь, иди туда, она там, она спряталась, это не Золушка, это Золушка. Это значит, они верят, они, значит, понимают. Настолько активно чувствуют, что порой перекрикивают и забивают актеров. Вам как работается в таком случае? Ну, работается, конечно, тяжело, но приятно, значит, они в это верят, значит, ты не зря это все делаешь. Значит, они, если отвечают на твои вопросы и стараются тебе помочь, значит, они тебе доверяют. Дети доверяют искреннему слову, подлинному чувству. Дети не приемлют фальши и мелочной злобы. Дети бурно реагируют, осуждая ложь и восхищаясь благородством души. А соприкасаясь с подлинным искусством, приходя в хороший театр на отличный спектакль, дети еще и начинают верить в чудеса. У них даже появляется желание самим их творить, друг для друга, что уже немало на пути становления личности, и что совсем неплохо, когда такой маленький человечек становится большим взрослым человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова